Снова всем большой привет! Сегодня будем вместе с моей шикарной моделью делать такой очень нежный, немножко свадебный, не смотри, немножко коммерческий макияж, который подойдет абсолютно всем. Он несложный, он на тинтах, он супер-упер стойкий, просто нереально стойкий. Если вам интересно посмотреть, как мы выполняли такой образ, оставайтесь с нами. Дезинфектор для кистей и спонжек до посинения, немножко на кисточку брызнем. Чтобы люди не думали, вдруг, вдруг, я сейчас тебя заражу всеми возможными бактериями. Ну, конечно, ты что там думаешь, что я такая грязнуля? Ну, блин, вы же заразы. Ну, слушай, надо же, гадость, понимаешь, то есть хочется какой-нибудь сказануть говно, нельзя же без него. Про мейкоп-базу наносим. Сказануть говно, знаешь, это... Я вчера развела такую тему в прямом эфире. А, да. Ты не была? Нет. И сегодня, когда я снимала видео, развела такую тему, что я предлагаю ввести... Причем, как я человек, который работал в законодательном собрании, я даже знаю, в принципе, куда надо идти с документами. Административное наказание за публичное оскорбление. Почему считается, что человек имеет право угрожать, оскорблять в комментариях, писать какую-то, ну, оскорбительную, угрожающую гадость. Я не говорю, там, типа, макияж слишком яркий, это, к примеру, ну, понимаешь, да? Это, это ерунда. А именно, вот уже какую-то, ну, конкретную, какие-то оскорбительную вещь, и ничего за это не получить. И типа еще публичный человек не имеет права. Нет, ну ты же понимаешь, что он сам за это получает? Прекрасно, по-жизни. Нет, он получает по жизни. Понятно. Ну, слушай, вот, допустим, была ситуация. Опять, да, дезэффектор, кисть, все, идет. Ну, мало ли, такие предыдения. Была ситуация, сколько там, получается, лет назад, ну, не лет, а год назад, может, даже 8-9 месяцев, когда я закрыла комментарии опять, и мне пришло сообщение на мейл от какого-то пользователя, то есть на ютубе можно еще личное сообщение отправить, ну, то есть то есть какого-то. Что типа, что же ты шлюха закрыла комментарии, боишься чего-то, по улицам боишься ходить? То есть смешно, ну, понятно, да? Всем хочется смеяться, но... Это мужской клуб был. Не знаю. То есть это понятно, что это какой-то зашифрованный ник, но не имеет права человек. Почему они считают, что они имеют на это право? Они не имеют на это право. Вы не имеете на это право оскорблять других людей. 0-0, пояс. Я беру. 0-0 себе заказала? 0-1. Ой, 1-1. Ну, я надеюсь, что он сделает. Не, он нормальный, нормальный. Герой, мой лицо. Я только не запрошу, не в пятницу буду съесть много портретов. Много-то их портретов. Вон, как красиво, смотрите, какая красотка. Не заразилась ничем, удивительно, конечно. Жива душу. Жива, да. Это одна история почти. Краски не можете. Ну, неделя, а, кстати, следы есть. Ну, в плане того, что видно, что ты делала. Знаешь, потому что я, кстати, тоже макияжная. Когда лицо прям, вот, знаешь, меня как-то вроде и так красивое, и так красивое, но по-разному смотрится вообще. Потому что есть кого накрасишь, знаешь, ну, как бы. А у тебя вот оно какое-то вообще... У тебя оно взрослое просто, наверное, становится. Без макияжа более такое... Ну, да, ну, без макияжа я обычно отпухшая такая. И глаза такие, ну, маленькие. Но в основном все, лицо оно такое, как... Макияж хорошо. Ну, здесь... Да, 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 у тебя вот именно, я про это говорю. Для тебя это точно не вариант. Ну, так, как вы хотите. Души, ну, лет 10 назад я хотела себе сделать все, что только нужно. Все, понимаете, сейчас мода меняется очень сильно вообще в целом, понимаешь? Ну... И потом сейчас скоро все будут без губ, без скоб, потому что уже начинается вот эта вся безгубная, без куловая история. Реально. Вот она уже, уже люди выкачут, и это становится уже трендом, чтобы построить. Ну, немножко консидером не ведешься. Говори, говори. Может, я опаздываю во времени, но я наоборот наблюдаю, что мои все начинают себе... Ну, нет. Я еще раз тебе объясняю. У тебя, наверное, просто люди только до этого... Может быть, да. ...додумались, понимаешь? Да, ну тогда да. А я тебе говорю про такие вот звездные настроения, то есть откуда все с подиума, с ведущих блогеров таких вот самых популярных. Тинт от NYS для глаз под номером 13. Он такой красноватый, очень прикольный, мне он очень понравился. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На тинтах самый стойкий. Я тоже себе буду делать, естественно, на тинте сладебный макияж, потому что, ну, он все, он до победного держится, потому что кремовая текстура, которая очень цепкая, очень крутой, мы его берем, он прям блесточный-блесточный-блесточный, заговая, да, и наносим поверх тинта, он именно как кремовый мусс, такой, как пигмент, хотя по сути это тень. И теперь будем работать. Будем работать палеточкой. Где моя палеточка новая? Палеточка от Makeup Revolution, которая называется Iconic Pro, из набора для блондинок новенькая палеточка, уже у нас во всю берут, во всю заказывают. Вот, и немножечко пойдем на глубину, вот этими двумя верхними тонами. Будем добавлять глубины на внешний уголочек. И наверх, смотри, снизу. Воспространение. Продолжение следует... 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 и далее применю запрещенный прием отлично я возьму сотый блеск как юген сабо который все очень всем очень нравится и возьму очень мягкий очень блестящий который дает такую зацелованную свежесть это то что вот такой вот то нежный образ у нас получился не забывайте что курсы в москве стартует в мае саммитинбург ежедневно в апреле будут в ростове и в екатеринбурге всех жду и также на сайт just make up за бюджетной профессиональной косметики ссылочка под видео доставку любой гор в любую страну всем большое спасибо за просмотр пока пока